шиваток в готовой хорошей неделе у нас 116 урок по Мишли и мы находимся в 14 главе в предложении номер 18 начиная с русского говорит Шлама Амеллах простаки получают в отдел глупость а благоразумные увенчаются знанием теперь смотрим как это звучит на иврите хотя перевод очень неплохой на халупе питаим ивелат варумим ектиру даат слово нахала переводится как получение по наследству в удел питаим мы уже много раз говорили что это один из видов глупцов глупость ивелат это тоже глупость таким образом получается что наследство которое получает глупцы это глупость арумим хитрые умные люди они получают в качестве кетера в качестве короны они получают даат теперь смотрим как объясняет этот пасук мальбим мальбим говорит сейчас одну секунду мальбим есть два комментария первый комментарий мальбима называется бюр хамилот второй комментарий мусар хахма то есть есть комментарии которые объясняют только значение слов а есть комментарии которые объясняют как бы инионим который объясняет что такое ну как бы кусок целый кусок о чем он говорит здесь имеет смысл хотя мы несколько раз уже с этим встречались но на всякий случай здесь имеет смысл посмотреть как мальбим объясняет перевод слов слова питаим который мы перевели как глупец он говорит мы в долине сильным вообилием есть разница между к силям и а вилем а виль на русском оба слова означает глупец а виль это мамцы а гавлот в асфекот налево это человек который выдумывает сам какие-то сомнения и какие-то глупости своего разума и выдумывает для себя какие-то вопросы ксиль это человек у которого тоже глупец но у него нету а виллута у него нету вот этого вот попытки придумать новые какие-то вопросы и выдумать для себя причина по которым он что-то не соблюдает рак ахэс бэвлут бомирма но он держится за свою глупость он держится хитростью каким образом он начинает то есть у него уже есть его я царгара которая состоит из ставы и так далее и таева его ведет к тому что им очень тяжело соблюдать какую-то заповедь и тогда он начинает подводить под это свою нежелание соблюдать митцвот желание пожрать некошерной пищи я привожу в качестве примера он под это под эту тему подводит какой-то другой уровень и начинает объяснять что он ест некошерную пищу потому что тора имела в виду ну например что свинину нельзя было есть пока евреи ходили по пустыне потому что не было холодильников а сегодня когда из холодильники то это вообще самое кошерное что можно придумать это второе понятие понятие ксиля но есть третий человек который тоже называется глупец петти это человек который микобеля влут миахер он получает свою глупость от другого человека в нефте ахараф и он соблазняется вслед того что он слышит то есть сам он чё сказали то и делает он такой простой примитивный человек но как только му кого то говоришь куда действительно вторе написано но и начинает объяснять то у него сразу же он получает эту глупость и это человек killer shamish oil нехалла он как будто бы получает ее по наследству шилок она то бы от重 1985 что сам он не приобрел есть вещи которые являются имуществом человека который он купил сам за работу купил и с вещи которые он получил по наследству точно так же глупость бывает та глупость которую он получает по наследству эта глупость которая он приобрел есть два способа приобретения есть глупости, а есть глупость, которая приходит извне. Об этой глупости мы сейчас говорим. Арум гефаха пэти. Человек, которого называют Тора мудрый, разумный, я не знаю, как его перевести, это обратное понятие пэти. Это перевод, таким образом, альбин просто переводит этот пасук. Теперь читаем перевод этого пасука еще раз. Наследство у дел, которое получают вот эти люди, которые петаим, которые не приобретают сами, получают от других, это глупость. Но люди, которые мудрые, которые обратные глупцам, они получают в качестве кетера, в качестве короны, дат, разум, знание, понимание. Теперь приходим к мальбиму же, но мальбим, который рассказывает не биор-мелим, не объяснение слов, не перевод, а биор-объяснение понятия уже всего мусага, всей основы, всего иньяна, всего куска. Он говорит так. Я уже объяснял, что пэти – это человек, который верит любой вещи. И он уфутам и на ксилим. И он получает свои петуим, на еврейском слове пету – это соблазн. От глупцов, от ксилим, или от овелим. Здесь мальбим не считает нужным определять, что такое ксилим и овелим, потому что он это много раз писал, и в частности, только что мы читали, что это такое. То есть, от двух видов глупцов. Глупцов, которые сами для себя придумывают вопросы, или глупцы, которых вопросов на самом деле нет, но они эти вопросы создают, придумывают, из-за того, что очень хочется. Есть человек, который пытается изобрести, понять и выдумать себе какие-то вещи, какие-то вопросы идут против тора. Это один вид глупца, и второй вид глупца, который на самом деле, его в торе, по идее, все, как бы, никаких вопросов не возникает, но просто очень хочется, поэтому он выдумывает себе, почему это можно. И пэти – это третий вид глупца, который получает от других. И он это получает от других через нахалу, через наследство. Ки-юрэш, как наследник, который получает от других, и также получает от авелим, и не знает, что это, и не может разобраться, что к чему, и поэтому он принимает не то, что надо принять. Но человек, который арум, хитрый, умный человек, это обратное понятие потаим. Это те люди, которые проверяют все слова и не делают никакой вещи до тех пор, пока они не станут хорошо знать, не достигнут полного понимания, что и для чего он делает. И несмотря на то, что они на самом деле, может быть, не самые, или не может быть, а точно, не самые хохамим, не самые ныним, не самые мудрецы, не самые разумные, тем не менее, такие люди, которые начинают все проверять, выяснять, а правильно ли он мне сказал, действительно ли так написано, а может быть, я не так понимаю, и далее они иктиру дат они получат в качестве кетера в качестве своей награды короны они получат атрибут дат дат это кетер ларошам знание это будет корона на их головах у мухтар мигэм лои ассену было даты человек который обладает владеет этим кетером этой короны он никогда не будет делать наоборот своему дату как уже говорилось раньше это пируш который дает мальвен такой простой пируш гаон к нему добавляет и пирушный этот пасук который дает гаон он дает только курсивом только другим шрифтом то есть это пируш который как-то связан с пирушем альпи сот и на том уровне на котором мы можем понять может быть рэмис может намеком попытаемся разобраться на ахлу питаем сот это тайна рэмис это намек на халу питаем облад у нас следует простые люди простаки люди о которых только что мальвен говорит они получат по наследству глупость говорит гаон иньян имеется ввиду что есть три компаньона в создании человека а кодыш баругу всевышний абифа ему папа и мама это цитата на самом деле из гемора кедушин где гемора говорит что дает мама что дает папа и что дает всевышний тело создается мама и папой а душа создается творцом тело дело делится на красное и белое белое это как это сказать гидин ватсамот жилы и кости который был белого цвета а дает папа мясо дает мама а душу соединяющий все это создает дает всевышний так вот три компаньона в творении человека мигем боим ладам трейна тарин в трейн ахсатаин из этого человеку приходят две короны и две короны другой другого слова защищается и короны то есть человек получает короны которые он получает именно от папы мамы и всевышнего нахала высот бейт вагон байт вагон нахала удел который получает человек это байт дом и это он множество которое в нем есть что имеется ввиду для этого нам надо открыть 19 главу мишли и посмотреть одну вещь мы еще до туда не добрались но заглянем немножечко вперед девятнадцатой главе есть такой пасук который говорит шломом эллах байт вагон нахалата вот ума ашем и шаму скелет дом и имущество дается как то что получает по наследству от родителей а от всевышнего дается женщина жена которая разумна объясняет рашем человек нуждается эй рашем гаон человек нуждается в трех вещах квартира нужды которые нужны человеку для жизни и жена и об этом сказано дай мах саро ашель их сарло достаточно когда не хватает то чего не хватает и сейчас мы будем объяснять что имеется ввиду цитаты я пропускаю несколько доказательств приводит как обычно но это нам не обязательно байт в царках то есть человек необходим он не может жить нормально функционировать человек не может если ему нет где жить если ему нет чем питаться или нету какого-то минимального имущества иногда когда много то лучше иногда много то хуже мы сейчас не обсуждаем количество и качество обсуждаем то что без какого-то питания и без какой-то квартиры место для жилья жить никак невозможно поэтому байт в царках необходимое имущество для жизни и дом могут дать папа и оставит наследство и он может увеличить количество которое он получил а количество кисвестно переходит качество у него будет больший дом больше имущества и так далее он множество это то что сказано что байт вагон на халатовод дом и много вещей можно получить по наследству но разумная жена отец не может ее передать по наследству но она всегда от всевышнего имеется ввиду здесь опять гаон переходит на курсив и пишет что байт это митсвот делай и митсвот не делай о которых сказано в мудрости будет построен дом и в разуме он будет наполнен что смоль помогает имину правая левая рука помогает правой руке всегда постоянно есть помощь слева направо левая сторона это митсвот лото асэ правая сторона это митсвот асэ заповеди не делали заповеди делай и также сказано человек который сидит и не делает авэйру дает ему награду как будто бы он делает митсву и здесь сказано что слово гон второе объяснение слово вагон много это тора о которой сказано бы дать когда риме малу что дом будет построен мудростью он будет наполняться разумом а дат третий атрибут знания разума знания ну хохма третий атрибут им будут заполнены все комнаты и написано в книге зохр что авраам это хохма и цхак это бина а яков это дат и об этом сказано что байт вагон получается по наследству человек может получить по наследству дом и имущество он может получить по наследству но не ашами шаму скелет имеется ввиду что хорошие дела человек делает альписейхель он делает по разуму несмотря на то что он может получить по наследству много-много вещей но тем не менее для того чтобы эти митсвот обратились из потенциальной энергии вышли в генетическую ему нужно пользоваться своим разумом и это только мешаем это только от всевышнего то сиюта дешмая то помощь который дает всевышний и это имеется ввиду что человек должен обращать внимание и сима и на все время следить за всеми своими путями и об этом говорит шлома мэллах сказано в другом месте это в третьем фасуке мы уже когда в третьей главе мы когда-то это учили сказано что одна из мудрости и творца состоит в том чтобы кольдрах и их однако во всех своих путях ты должен познать всевышнего то есть человек может получить по наследству знания торы человек может получить какой-то басис какие-то основы митсвот делай и митсвот не делай но для того чтобы он вошел в состояние митсвот и торы он должен постоянно следить и выполнять то о чем сказано бакольдрах и хадая во всех своих путях познай всевышнего теперь возвращаемся к нашему посылку и попытаемся увидеть что в нашем посылке имеется ввиду что объясняет гаон он говорит что байт вагон это тора это митсва это митсвот хохма и бина две короны которые дают это короны которые объясняют сот тайну понятия дат и это дается всевышним который дает ему дат ва сейхель который дает ему атрибу даты разум чтобы он познал что-то сам по себе и это то что сказано что садиким сидят и а таратейгом барашейгом их короны на их головах и это то что сказано на халупе таим и влад что глупцы они наследуют глупость разные виды глупцов но тот который патаим вот этот вид патаим которые даже то что они получают по наследству они получают по наследству глупость потому что глупость это то что им дается в наследство и это обратное понятие хохма и бина понятие двух видов нудрости и это две короны которые дает им папа и мама которые не получают это хохма и бина то есть есть люди которые получают по наследству от авраама и исхака хохма и И от своих родителей получает по наследству хохма и бина. Но есть такие люди, которые являются глупцами петаим. Поэтому, по суке, в 19 главе мы увидели, что человек может получить очень много по наследству, но он должен направить свой разум и свое да для того, чтобы использовать эти вещи. Если глупец, который не в состоянии направить свой разум и направляет его для того, чтобы лить по тот, для того, чтобы быть соблазненным разными людьми, разными словами, разными вещами, желаниями и так далее, то ту мудрость, те два вида мудрости, которые он получает, он направляет совсем не в ту сторону, в которую надо отправить. И в результате он получает, что он унаследовал вместо мудрости, он унаследовал различные виды глупости. Человек же, который старается направить то, что он получает на наследство в сторону Авададашем, в сторону Тора и Митцвод, выполнить то, что сказал Шламу Амелах в третьей главе Беколь Драхей Хадаяху, этот человек, то, что он получает по наследству, он направляет в нужном направлении, туда, куда это действительно направлено. Поэтому этот человек, он арум, он хитрый человек, он умный человек, он смотрит за всем, что он получил, как это использовать. Поэтому про него сказано, что эти люди гектируют дат, их короной станет дат. То есть арум – это обратное пэти, арум – это обратное состояние глупца. Как я уже объяснял раньше в пасуке Хэт, так вот эти люди, они получают понятие дат, и их короной становится дат. Теперь давайте в этой же главе посмотрим, что говорит нам пасук Хэт. Он говорит так. Я читаю. Мудрость арума, мудрого человека, хитрого человека, она начнет понимать свои пути, а глупость глупцов, она является обманом. Говорит Гаон, что человек должен постоянно быть, арум постоянно должен быть хитрым, придирчивым, мудрым, я не знаю, как хотите, так и переводите, понятие страха перед Всевышним. То есть его страх должен всегда находиться в состоянии попытки размышления, попытки мудрствования, умничания, я не знаю, как сказать. Как мы уже говорили еще в каких-то вещах, что арума, слово арума переводится лид ка кэмба арманутэ негетэ аптай эмаптим. Человек должен мудрствовать в своей мудрости, ну арума, быть хитрым в своей мудрости, на русском все слова переводятся одинаково, арума скорее надо перевести как хитрость, а хохма это мудрость. Так он должен мудрствовать в хитрости или быть хитрым в мудрости, как хотите, так и скажите, против своих соблазнов. Арум это то, что заставляет человека лид потот, заставляет человека соблазниться. Нахаш Кадмани, первый змей, он назван Арум Миколь Хайо Дасаде, он назван самым Арумом из всех животных, которые были в поле, потому что он пришел Лифатот Адама Ихаму, он пришел соблазнить Адама Ихава. Поэтому Леумат напротив Кенегет работы Ецергора, человек должен работать по принципу, что он должен быть Арум против Ецергора, против Питуим, который приводится к нему. Поэтому для того, чтобы оставить себе страх Всевышнего, приобрести его, он должен быть постоянно Арум, как мы об этом говорили, что Нахаш, он был самым хитрым на всей земле, и много проблем и Питуим подстерегает человека, соблазнов подстерегают человека на каждом углу. И человек должен быть тоже Арум, чтобы понять, что такое Арумамитошель Нахаш, что такое Арамумут шелевой шел Ецергора, как себя вести по отношению к хитрости Ецергоры, что он должен, если он этого не делает, если он примитивно слушает всех и все, такой честный, нормальный юноша, то он очень быстро придет к Авере. И это является тахлис мудрости, это является цель мудрости и понятие Арум. И это то, что сказано, хахмат Арум, мудрость хитрого, для того, чтобы понять пути и строения, и природу Ецергоры. А зачем нам нужно это сделать? Для того, чтобы понять, как с ней бороться. Понятно, что Ецергора лучше как бы не изучать, чтобы близко ее не касаться, с одной стороны. Но с другой стороны, человек, который все время отворачивается от Ецергоры, в какой-то момент времени он просто не поймет, что сейчас он делает то, что ему диктует Ецергора. Поскольку Ецергора – это ангел, и он сильнее нас, то для того, чтобы с ним бороться, нужно знать Тору, потому что Гемора говорит, что Боратья – это Ецергора, Боратья – Тора Тавлин. Создал я Ецергору и создал Тору, который является от него лекарством. И для того, чтобы правильно бороться с Ецергорой, нужно быть хитрым и понимать пути хитрости Ецергоры. Теперь говорит вторая часть пасука, и Влад Ксилим Мирма, что глупость глупцов является самообманом. Но Ксилим, которые не знают, как работает Ецергора, и сразу же, как встречаются с каким-то, с проявлением Ецергора, делают то, что они делают, и не могут разделить, и не могут понять, поскольку та хитрость, которая есть у Ецергоры, они делают точно, как Ецергора, и схитряются. И еще один комментарий. Ксилим и Влад Ксилим Мирма. Глупость Ксилим – это Мирма, обман. Имеется в виду, недостаточно того, что они делают, как их соблазняют, но они также обманывают других людей, чтобы те стали, как они. Тем более, что они не могут выправить свои дороги. Поэтому сказано Ксилим во множественном числе. Имеется в виду, что вот эта глупость, она приводит к обману других людей. Человек, который Ксиль, человек, который сам Ксили делает оверот из-за своей глупости, то он хочет, чтобы другие были, как он сам, и приводит их тоже к оверот. Мы совсем недавно учили этот посуд, но поскольку они пересекаются, и Гаон ссылается с одного места к другому, это приходится повторить. И вот он говорит, что арумим ектиру даат. Человек, который умный человек, он унаследует даат. То есть, арумом называется человек, который наоборот тому, что такое пэти. Как я уже объяснил, что человек должен быть арум для того, чтобы знать пути, которыми работает Ецар-гора. И тогда они ектиру даат. И тогда они получат в качестве даже не наследства, а короны за свои заслуги даат. То есть, глупец получает две короны от папы и мамы. Но эти две короны, которые он получает, он должен сам, с помощью Всевышнего, понять, как их использовать. Если он их использует правильно, то это будет корона даат. Если он их использует как ксиль, как глупец, то он наследует эти две короны, которые станут коронами глупости. Поскольку он направит мудрость не туда, куда следует направить, не использует ее и пойдет по пути наименьшего сопротивления, а дальше все понятно. Имеется в виду, что те короны, которые этого человека, умного, хитрого человека, мактерим, я не знаю, как укоранивают, я не знаю, как это сказать. Ух ты! Коронуют. То, что они сами знают по тебе, это те короны, которые входят в понятие даат. То есть, даат состоит не из одной короны, а из двух корон. Как мы уже говорим, аторейгам аль-рошейгам. Это посылки с Торой, которые говорят, что в даат есть две короны, аторейгам аль-рошейгам, их короны на их головах. И это сот, и это тайна тех двух корон, о которых часто в разных местах упоминаются, потому что даат, его шорош, его корень, понятие даат, ну, я не знаю, как знаний, нахождение в постоянной связи с Торой, это имеется в виду даат. Его корень в короне, в медат-кетер, как известно. Поэтому сказано, иктир-даат. Потому что даат – это сочетание хохма и бины, но над хохма и биной есть понятие кетер, и даат появляется там, где исчезает кетер. То есть, кетер перерастает как-то, переходит в даат, назовем это так, включая в себя хохма и бина, поэтому в даате всегда есть две короны. Правая и левая корона, корона хэсет и корона дин, которые уже находятся внутри даата. И поэтому те, кто видели головные тфилин, то видели, что на головных тфилинах есть буква шин слева и справа. Вот так вот, на тфилин. С одной стороны это шин, состоящий, обычный шин из трех вот таких вот палочек, с другой стороны шин состоит из четырех палочек. Потому что даат, это хохма, бина и даат, это три палочки, которые соответствуют разуму, который спускает Всевышний к человеку. Это кетер, тфилин это кетер над головой человека, корона над головой человека. И с одной стороны это три, с другой четыре, потому что даат превращается в две, и это то, о чем здесь сказано, аторатейхам аль расшейхам. Их короны на их головами. Это пируш, который дает Гаон на этот пасук, который он пишет мелким шрифтом, но вроде как более-менее понятно. Теперь перейдем к следующему пасуку. Пасуку 19. Сейчас, одну секунду, есть, нет, еще нет. Пасук 19 говорит, преклоняются злые перед добрыми и нечестивые у ворот праведника. Теперь воспроизведем это на лошонокодыш и попытаемся немножко изложить и пойдем дальше. Говорит Шлома Амеллах. Шаху – это кланяться. Раим – лифнейтавим – плохие перед хорошими. Вырашоим – и нечестивцы. Альшайрей – цадик. Они будут кланяться, преклоняться перед воротами праведника. Первое, на что надо обратить внимание, считает Мальбим в своем комментарии, который называется «Бьюра Мелим», перевод слов. Он объясняет, что надо понять, похоже или не похоже. Это одно слово или два слова. Слово «раим» и слово «рашоим». «Раим» – плохие, «рашоим» – нечестивцы. Обычно переводится на русском. Совершенно не факт, что Налашон Кодыш, «раим» и «рашоим» – это то, что мы говорим по-русски. Сейчас увидим. Он говорит «гара», слово «ра», оно включает в себя «гамра аль едей махшават минут», оно включает в себя и зло, которое происходит из-за мыслей, связанных с еретичеством, и медотафраим, и плохие качества. То есть, оно делится, оно общее понятие, оно включает в себя два основных. Плохие качества, которые есть у человека, жмот жестокий и так далее. И также мысли человека, его гашков, его мировоззрение, когда он думает о, не дай бог, о идолах и так далее. Раша – это тот человек, который делает действия Раши, нечестивца, быфоль, не потенциально, а кинетические. Оба вида действий. Как действия между человеком и Всевышним, так действия между человеком и человеком. Выше уро и объяснение. Рашо им шаху аль шара и цедок. Рашо им, они будут кланяться перед воротами праведности. Теперь смотрим, как объясняет Мальбим уже в Перу Шиньян. Он дает очень короткий комментарий и говорит, что здесь сказано, что «Гамши ара мит нагет эль готов, что несмотря на то, что зло, оно всегда идет против добра, выраща эль ацадик, и раша идет против праведника. Бекользы, тем не менее. Кшеба ара лев не готов, когда приходит зло перед добром, и шухах лев анаф, оно кланяется перед ним, вы их нело и, ну, ляхне, как сказать по-русски? Подчиняется ему. И также Рашо им, когда они приходят к воротам и праведности, они кланяются перед праведницами. Ветева гора природа зла, шилой амот ифнея готов, что она не может устоять перед добром, так же, как не может устоять тьма перед светом, поскольку немножечко света, оно разгоняет тьму и становится светло. Также зло, когда оно встречается с добром, оно не может этого выдержать в виде раши, который не может устоять перед праведником. Такой простой комментарий дает Гаон. Теперь попытаемся увидеть, или не Гаон Мальбим, а теперь попытаемся прочитать, что говорит Гаон. Здесь Гаон идет в комментарии, которые называют Пшатом, простым пониманием, но здесь немножечко длинный комментарий. Он говорит, я уже говорил раньше, когда мы комментировали 14-й посылку. В 14-й посылке написано, все время надо возвращаться, потому что так написана книга Мишли, что надо немножечко помнить, а это тяжело при общем склерозе. Он говорит, из басу клев у маалаф и что? Он говорит, что насытится сердце, и его маалаф будет хороший человек. Его плюсы – это хороший человек. Имеется в виду, что сказали цадику, что ему хорошо, потому что плоды его будут вкушаться. Имеется в виду, что когда цадик, он хорош не только ко Всевышнему, но и к созданиям, то такой вид цадика получает награду, сейчас мы обсудим, что такое награду, не только в Алла-Маба, но и в Алла-Мазе. Про остальных цадикам сказано, что «Схар Митсу Абхай Алмалейка» – это награда за заповедь в этом мире. Но награда за заповедь Бен Адам Лахавиро, она присутствует между человеком и ближним, она присутствует не только в Алла-Маба, но и в этом мире. Это первый комментарий Гаона. Второй комментарий, который дополняет первый, я думаю, что вы помните, поэтому я кратко, он говорит о том, что дается не награда за митсвот в этом мире, когда цадику хорошо, а цадику для того, чтобы у него были лучшие условия для Авойды, подходящие условия для работы и для зарабатывания награды в будущем мире, поэтому он ставится в идеальные условия в этом мире, для того, чтобы заработать награду будущего мира. И об этом сказано, что цадику хорошо. Теперь возвращаемся к нашему посылку. Шаху Раим Лифней Тавим будут кланяться плохие перед хорошими. Имеется в виду, как объяснено в том посылке 14, который я только что говорил, что цадик, который ведет себя хорошо по отношению к созданиям не только Всевышнего, он кушает пирот и в этом мире тоже, но награда ему остается вся целиком, тох, ему остается только Валам Абаба. Это точно, как мы обсуждали, и такой же пируш дает не только Гаон, но Рамбов пируш и мишнает. В Пе он объясняет Пе, если вы помните первую мишну трактаты Пе, то фактически Гаон вот эту часть списал с комментария Рамбома на эту мишну. Но цадик, который является праведником между собой и Всевышним, если он не является также цадиком для создания, то он не получает плодов за свою награду в этом мире. Раша, когда он Ра, Лабриот, когда он является злом для других созданий, он падает и в этом мире, и в будущем мире. То есть, Раша, который является Рашой между Человеком и Всевышним, иногда он получает добро в этом мире за свои поступки между Человеком и Человеком. И это то, что сказано, говорит он. То есть, праведник не получает награды в этом мире, даже пирот, даже плоды, за свой митцвод, а только в мире грядущем, а только за митцвод, который Бен Адам Лохаверо, между Человеком и Всевышним. Это первое пирот. Второе, если вы помните, то мы обсуждали, что это далеко не так просто. Но сейчас не наша тема. А Раша, нечестивец, который находится в двух видах нечестивца. Нечестивец между собой и Всевышним раз, и между собой и Созданиями два. Тот, который нечестивец для Бриот тоже, для Созданий тоже. Эти виды злодеев, они падают и в этом мире тоже. Те же, которые только между Адамом и Хаверотом, мы иногда видим, что они процветают в этом мире. И это сказано, Лифней Тавим, что Рашо им падает, Раим падает перед Тавим, то есть, перед теми, кто Тавим Лобриот. Они опрокидываются перед теми, кто хорош для Созданий. И об этом сказано, что они падают, падают мамыш, то есть, при своей жизни в этом мире. Точка. Это первое объяснение. Второе объяснение, что Рашо им аль-Шарей-Цедек, что Рашо им, они будут находиться перед воротами к Цадику. Раша, который между собой и Всевышним, он называется Рашой. Он падает перед Шарей-Цедек. Он не падает в этом мире, он падает перед воротами праведника. Имеется в виду, он не может войти в Ганедан, в И, в Алла-Маба. Но в Алла-Мазе, с ним будет все в порядке. Совершенно не обязательно, что ему будет плохо. И об этом сказано. Зе шар ла-шем цедикам его обо. Это ворота Всевышнего. Туда придут праведники. И еще. Это был первый пируш Гаона. Второй пируш. Шахур Аимлев на этом им, что падают плохие перед хорошими. Как я уже объяснял, говорит Гаон, в книге Ишайяву, и опять забыл с собой взять комментарий на книгу Ишайяву, что Всевышний вначале он проявляется в виде эмет, а потом в виде хэсад. Это в нескольких местах объясняет Гаон. Начиная с комментариев на шло-шесре и каре и муна, написано «Рав хэсад в эмет». Много хэсада и эмет, и истины. Что есть разница между хэсадом и эмет, и в чем состоит эта разница, что выше эмет или хэсад. Здесь есть в зависимости от того, о чем идет речь, о Всевышнем или о человеке. Отношение между человеком и другим человеком, эмет – это выше, чем хэсад. Когда Равен сделал какое-то добро Шимону, то это просто хэсад, это очень высокая ступень. Но когда Шимон отвечает Равену добро, то он уже не просто делает хэсад, он обязан отплатить хэсадом за хэсад. Поэтому это уже называется эмет, и эмет – это более высокая ступень, чем хэсад. По отношению ко Всевышнему, это работает иначе. Поскольку у Всевышнего нету бээмет, он никому ничего не должен. На самом деле Всевышний никому не должен. Мы должны, он нет. Поэтому у него эмет идет до хэсада. Поэтому это то, что говорит, что акодыш баругу, у него вначале идет эмет, а потом хэсад. И это написано в Торе. Карет альгацаат шаббат, что есть карес, наказание карета, за хэсад шаббат, за то, что человек нарушает шаббат. Что такое хэсад шаббат? Он выносит из одного ршута в другой ршут. Из ршута йохи – это личное владение, в общее владение. И это один из видов работ, 39 видов работ, которые помянуты в Мишне. И об этом, и тому подобные вещи. В каждом из них садик Всевышний во всех своих путях. То есть, когда Всевышний дает карет раше, он праведен в своих путях. То есть, это правильный подход к вопросу. Потому что все пути Всевышнего – это эмет. В Йошер Гадоль. И все его пути – это стопроцентный Йошер. Стопроцентный правильный путь. Прямой путь. Несмотря на это, когда он платит зарплату, дает, ну, я не знаю, как сказать, зарплату по отношению к Мицфот, награждает за выполнение заповедей, то он не награждает строго Альпидин. Потому что, несмотря на то, что он эмет, он также хасид бы кольмаса. У него есть, присутствует мера, которая называется хасид во всех его поступках. Поэтому ни праведнику он не платит строго, потому что он сделал, ни Раше он не платит строго, потому что он сделал. То есть, Раше не получает 100% наказания, и праведник не получает награду только за то, что он сделал. Потому что у Раше есть какие-то поступки. Ятла, 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 ятла. Имеется в виду, что человек, который рал обреет, который плох по отношению к создателям, Эйн Минаким Лаклаль, его вообще не очищают от грехов, которые он сделал, но ему платит ятла, ятмамош, 100% то, как он поступил. Соответственность в Раше. Получается, что человек, который рал обреет, человек, который плох по отношению к созданиям, он сидит в гееноме больше, чем Раше, который Раше только Ла Шамаем. То есть, Хагро объясняет два понятия, Ра и Раше, разные переводы. Ра – это Ра, который и Ра лабреет, и Ра Ла Шамаем. Раше – это который Ра только Ла Шамаем, который делает зло только по отношению к небесам. И он говорит, что у них будет разные виды геенома. То есть, разные, я не знаю, в чем разные виды, но разный уровень геенома, который у них будет. У Ра Ши будет гееном меньше, чем у Ра. Имеется в виду, Эйн Ра, человек, который Ра, он не выходит из геенома до тех пор, пока не пройдет праведник через гееном. И праведник вытащит его из геенома. Тогда праведник вытаскивает его оттуда. И это сказано, что Шаху Раим, они кланяются Раим, который Раим лабреет, они кланяются перед Цадиким, перед Тавим. То есть, когда Тавим, Цадиким пройдут через гееном, тогда вытащат Ра Шоим, Раим оттуда, и они будут кланяться перед Тавим, который их вытащит. И они просят у них, чтобы они сделали им одолжение и достали оттуда из темноты геенома. Ра Шоим, они те, которые Ра Шоим, только по отношению к небесам, но к Бриет нет. Они не ждут до того времени, когда Цадик пройдет через гееном, им не надо этого ждать, но они с самого начала могут выйти, ну, не знаю, сначала или нет, они могут выйти из геенома самостоятельно после затея Верот, когда они остались за те Верот, которые они сделали. Но они не входят в Ганедон до тех пор, пока не попросят Цадика, и Цадик их не введет в Ганедон. И это сказано, что Ра Шоим находится около шара и Цадика. Теперь попытаемся Лисакэм, второй пируш, Гагро. Гагро дает совершенно новый пируш. Он говорит, что есть Ра и Раша. Ра – это гамлы Шамаем, гамлы Бриет, так же небесам, как и по отношению к людям. Раша – это только нечестивец по отношению к Всевышнему. И у них есть разные Диним после их смерти. Разные наказания после их смерти. Наказание Ра, оно состоит в том, что он будет находиться в гееноме до тех пор, пока Всевышний пришлет в гееном Цадика, чтобы Цадик его не достал оттуда. Все время, пока Цадик его оттуда не возьмет, он будет находиться в гееноме и ждать. Поэтому, когда там появится Цадик, то он будет ему кланяться, уморять, просить, чтобы его вытащили из геенома. Раша может выйти из геенома сам, после того, как его расшаидство закончилось и очищено с помощью геенома. Но войти в Ганедон он не может, до тех пор, пока его туда не введет Цадик. Поэтому он будет кланяться Цадику около Шаара, Шаарей Цадик, около ворот праведности, ворот Ганедона, для того, чтобы войти в Ганедон. Такой Перуш второй говорит Гаон. Макор этого Перуша, источник этого Перуша. Есть в книге Зогар, где Зогар пишет, что даже стопроцентные Цадики должны оказаться в гееноме. Нахтин Лышама. Афилу Цадик Гамур Нахат Лышам. Даже стопроцентный Цадик попадает в гееном. Спрашивает Зогар, а май Нахтин, зачем он туда попадает? Баганедон надо туда? Ему же надо сразу в Ганедон сел, стопроцентный Цадик. Что он забыл в гееноме? Отвечает Зогар, что они там нужны для того, чтобы вытащить оттуда наверх некоторые души, которые туда попали. Это Зогар. В Секуней Зогар написана очень похожая вещь. Он Секуней Зогар. Секуней Зогар – это тоже Зогар, тоже Раби Шимон Берриха, и только другой раздел немножко. Он пишет, если человек Цадик, то почему он туда попадает? Отвечает, что ему надо туда попасть, чтобы вытащить души тех, которые остались в Бегиргуре Тьюфта, которые остались в размышлениях Тьюфты, в размышлениях без ответа. Точка. Это два макора, два источника, которые есть у Гаона, из разных мест Зогара, из которых он делает вывод, что Цадик им должны попасть в гееном, для того, чтобы вытащить оттуда определенные виды рашои. Но не рашу, а именно ра. То есть человек, который плохой и для Всевышнего, и для созданий. Человек, который плохой только для Всевышнего, ему Всевышний дает возможность выбраться из геенома сам. Судя по всему, ра нужно дольше пробыть в гееноме, чем раше. Но понятно, что бывает ситуация, когда человек чуть-чуть раша и очень сильно ра, а бывает чуть-чуть ра и очень сильно раша. Понятно, что здесь нам дается кололим только на том основании, когда они, раша и ра, они находятся на одинаковом уровне своего злодеяния. Но если один чуть-чуть ра, а другой очень сильно раша, то понятно, что тот, который раша, он сможет выйти из геенома сам, но я не знаю когда. А тот, который ра, его выведет в Садик, но очень скоро. Понятно, что речь идет об одном и том же уровне. Есть еще одно место в Геморе Хагига, где прямо в Геморе Машма, что цадиким тоже должны спуститься в Гейном. Это уже в Талмуде. Гаон не приводит Макарот в данном случае. В Геморе Хагига написано, откуда мы знаем, что Оршен Гейном не... Я забыл взять Хагига. На последнем Дафе Геморе Хагига Гемора говорит, откуда мы знаем, что Оршель Гейном... Огонь... Да не надо, не надо. Откуда мы знаем, что огонь Гейнома не властвует на Талмидей Хахамим, над мудрецами Торы? Потому что знаем мы это из Саламандры. Такое существо из Саламандра. Саламандра это животное, которое появляется, когда 70 лет подряд, ни одну минуту, чтобы не было в Секе перерыва, горит огонь. Там зарождается Саламандра. И если взять кровь от этой Саламандры и ей смазаться, то огонь не будет властвовать над человеком, не будет обжигать. Говорит Гемора Кальва Хомир, тем более Талмидей Хахамим, мудрецы Торы, которые все время находятся в Торе, а Тора сказано, что Тора Ор. Тора это огонь. Поэтому если они сами находятся в постоянном огне, то тем более огонь Гейнома не будет над ними властвовать. Из этой Гемора тоже Машма, что Танамидей Хахамим, они не обожгутся огнем Гейнома, но им зачем-то туда надо прогуляться, на Тиюль Шнати. И тогда после жизни зачем-то надо войти и снова выйти. Поэтому получается, что здесь Гаон добавляет, что это делает даже Цадиким Гмурем, но они туда спускаются для того, чтобы вытащить тех, кого им положено вытащить из этого места. После чего некоторые из них еще, у них есть вторая работа, на две ставки работают, им надо некоторых Рошоем, которые были Рошоем между Адамом и Маком, привезти в Ганеден, потому что сами они туда войти 100% не могут. Окей, это такой вот Гаон, который немножко с другой стороны подходит к Пасуку, и достаточно интересно, хотя бы потому, что здесь текстом написано, что Цадиким тоже должны попасть в Гейном, и благодаря Цадику Роша выйдет из Гейнова. И также благодаря Цадику Роша войдет в Ганедову. Окей, следующий Пасук, 20-й, говорит, и ближнему своему, сейчас, и ближнему своему ненавистен бедный, но приятелей у богатого много. Было такое в каком-то кино советском, я уже не помню, что не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, а у нас, говорят, будешь иметь 100 рублей, будешь иметь 100 друзей. Очень похоже на то, что говорит Шлам Амеллах. Теперь посмотрим, как это звучит на Вашон и Акодыш, и попытаемся разобраться с этим Пасуком. Говорит Шлам Амеллах. Гамлы раэгу, исаны, раш, баавэ аширабим. Также для ближнего будет, также ближнему будет ненавистен бедняк, но люди, которые много любящих, много людей любят богача. Рассловный перевод. Теперь попытаемся разобраться, что имеется в виду. Я думаю, что прочитаем еще одно предложение и будем разбираться с двумя. Говорит Шлам Амеллах. Презирающий ближнего своего грешник, милосердый же к бедным, он... Благочестив, я не знаю, как сказать. Ему хорошо. Говорит Шлам Амеллах. Бас ла раэгу хотэ, человек, который пренебрегает ближним, он грешник. Умиханен, а не им, ашраф. А тот, который с хеном, с милостью относится к беднякам, тот ашраф тому хорошо. Читаем Альбим. Альбим соединил эти два пасука, поэтому решил их тоже соединить. Агро их разделяет. И Альбим пишет так. Также для ближнего своего, ближний ненавидит, даже близкий человек ненавидит бедняка. И тот, кто пренебрегает ближним, он грешник. Я сразу читаю куски из двух пасуков, которые соединяют Альбим вместе и говорят... Одну секунду, я хотел... Ничего страшного. Да. Он говорит, Омар, сказано... Мы видим, наоборот, что бедняк, бедняка ненавидит и его друг бедняк тоже. То есть, к бедным относятся плохо даже бедняки. А любят они, наоборот, богатых людей. И вот это идет наперерез напротив всех законов мудрости, что нужно любить Анова и Швилу, что нужно хорошо относиться к скромности и к приниженности, и делать ханина латет хен лаонием, и делать как бы милость беднякам. Вылез сно Гагаева, и нужно ненавидеть гордыню. А этот человек, наоборот, он не любит бедняка из-за того, что он бедняк, из-за того, что он такой вот, ну, мискен. Мучается человек, бомж, я знаю. Ваабасла Раеву, человек, который пренебрегает своим близким. Имеется в виду Раш, бедняк. Он пренебрегает бедняком. Этот человек называется Хотэ. Этот человек называется согрешивший. То есть, мы видим, что это происходит, но это засчитывается человеку Завейру. Что Хэт. Гумахтия хокея хохма. Что его грех состоит в том, что он сделает хиссарон, изъян, ведет себя наоборот тому, как говорит вести себя мудрость. Мудрость Торы говорит, что надо хорошо относиться к бедному, помогать ему. А природа человека почему-то вроде бы как должна быть наоборот. Но мы видим, что так вот не любят бедных людей. И поэтому, когда он плохо относится к беднякам, то это его авейра, потому что он пренебрегает мудростью хохмы. В. Мехонен аневим. А тот, который хорошо относится с хеном, с милостью относится к беднякам, он будет благословлен, ему будет хорошо. Его душа получает какую-то награду. В. Шатиламет Ахавата Ниим Васинат Гаева. Что из него мы будем учить Ахаву любовь к беднякам, и что не надо любить, а надо ненавидеть Гаеву. Меня спрашивают, можно ли подробнее объяснить, что именно означает ралабриот, плохой к созданию. Является ли это человек, который махти, это арабим, который приводит многих людей к греху, или поднимающий руку на ближнего, или даже просто недоброжелательный человек в душе. Здесь речь идет о заповедях между Адамом и Лохаверо. Существуют заповеди между человеком и Всевышним, и заповеди между человеком и человеком. Заповеди между человеком и человеком – это лошенгору, который Ревен рассказывает про Шимона, – это подставить ему ножку в том или ином смысле, либо лошенгору, либо в физическом смысле. Он бежит, и я ставлю ножку так, чтобы он навернулся. Вырыть яму другому человеку, чтобы он в нее навернулся перед слепым. И любые другие митсводы, которые связаны с людьми. Не дать сдоку, украсть и так далее. Самая простая ситуация. Махтия да Рабим, человек, который делает Авэй, делает так, что другие за меня делают Аверот, – это более серьезная вещь. Здесь она вообще не обсуждается. Безусловно, Махтия да Рабим – это и Авера между человеком и Всевышним, и человеком и человеком. Но в данный момент Шлома Меллах о ней не говорил. Он говорил о двух видах нечестивцев. Человека, который, в принципе, у него хорошее отношение со всеми, он доброжелательный. Может, даже сдоку немножко дать, помочь человеку, помочь бабушке перейти дорогу. Как бы все хорошо. Но немножечко при этом шаббат нарушает и так далее. Я думаю, что многие люди слышали такой стандартный вопрос – что лучше, не убивать или соблюдать шаббат? Совершенно гениальный по своей глупости вопрос. Но звучал он много раз в моей молодости. И думаю, что повторяется точно так же. Вещи, которые никак не связаны друг с другом, поэтому вопрос является эбретов сивыл кэбл. Эбрет сивой кобылы. Но, тем не менее, существует понятие, когда человек, несмотря на то, что он Ра для Всевышнего, он плохо относится к Творцу, плохо исполняет месвод. Тем не менее, он помогает людям, у него есть нормальные отношения и так далее. Вот о нем сказано, что этот человек может из гейнома выйти сам. Может быть, через несколько тысяч лет, но сам. А про другого человека сказано, что он не выйдет сам. Поскольку он Ра, Ила Бриот, Ила Шамаем, то его должен цадик, праведник, который является праведником и для Бриота, и для Шамаем, вот он должен вывести из гейнома. Об этом шла речь. Теперь, возвращаясь к нашим суким, и здесь Мальбин объясняет таким образом, что существует Дерих, понимание разума, который говорит, что, безусловно, бедный человек, он нуждается в моей помощи больше, чем богатый. Я должен любить бедника больше, потому что он, в общем-то, ни в чем не виноват в том, что у него плохо ему, болен, еще что-то. И к нему надо оказывать ему всякие милости, всякие гмалут хасадим и так далее. И к нему надо относиться лучше. Но большая часть людей, несмотря на то, что логика говорит об этом, относится лучше к богатым людям, чем к бедным людям. И несмотря на то, что Тора явно говорит наоборот. Человек, у которого есть гаева, понятно, что у богачей чаще встречается гаева, гордыня, чем у бедных людей. Гаеву Всевышний не любит, поэтому я должен больше, лучше относиться к скромному человеку, чем к Бааль Гаеве. Я должен лучше относиться к человеку, которому плохо, чем тому, которому хорошо, потому что один нуждается в моей помощи, другой, наоборот, может помочь мне. Поэтому, как по логике человек должен вести себя, совершенно понятно. Когда человек делает наоборот этому, и ведет себя наоборот в природе явлений, и плохо относится, то это хиссарон изъян в мудрости, которая есть, в мудрости Всевышнего. Человек, который восстает против мудрости, естественно, что этот изъян, который называется хэт-авейра. Гаон объясняет. Гамлэ-раэвэйс-ны-раш. Что такое раш? Бедняк. Его не любят даже его близкие. Но тех, кто любит богача, таких людей много. Даже если они не его близкие, тем не менее, они к нему хорошо относятся, поскольку он богат. Говорит Гаон, речь идет о торе. То есть, человек, который бедняк, имеется в виду, что он беден в торе. К нему относятся плохо. Даже его близкие, и они его стесняются и отдаляются от него. Человек, который является амгарцем, близкие люди отдаляются от него, потому что надо изменить свою ситуацию. Но человек, который богатый в торе, то есть стал митхохом, все его любят и все митпа-римбо, украшаются знакомством с ним. Это перуш Гаона на этот посуд. И здесь Гаон посылает, чтобы понять, что такое рабим, что такое многие люди, для того, чтобы это понять. Он говорит, посмотрите, пожалуйста, в Мишле, 7 глава, 26 предложение. Поскольку мы верим, что Гаон говорит правду, мы попытаемся это сделать. Только я уже забыл, какое предложение. 26 предложение, 7 главы. Здесь такая любопытная вещь. Написано. Шлома Меллах говорит. Ки рабим халалим епила ваацумим кольга ругейга. Ки много трупов получилось, их епила, их опрокинули, ударили, и самые сильные были убиты. Говорит Гаон, нам здесь надо не все, а только маленький кусочек из комментариев Гаона. Он говорит, что кто сделал так, чтобы появилось много трупов, таева, желание к получению удовольствия. Что это гефих, обратное понятие Торы. И это то, что сказано. Человек, который сидит дома и учится, это один человек. Другой человек, он сидит дома и не учится, обалдеет от жизни. Но он восполняет свою тайму. Либо жрет, либо спит, либо еще каким-то образом восполняет свою тайму, свои желания. Ему не надо никуда бегать, все дома есть. Он сидит, и вместо того, чтобы заниматься Торой и Митцвод, он занимается наоборот. И вот здесь сказано. Рабим халалим епила. Многие, нас интересует слово «многие». Рабим – это понятие, которое соответствует Торе. Раф, Раби, Рабан – это вещь, которая является много Торы. Когда много антиторы, это много халалим. Потому что таева, она находится внутри человека. Поэтому халаль, труп, слово халаль, труп на русском переводится. На самом деле слово халаль происходит от слова «внутренность». Внутренность всегда то, что находится внутри. Таева, она находится внутри. Поэтому сказали наши мудрецы, что рашо им, нечестивцы, при жизни называются умершими. Как сказано в «атаха лаль раша» – «внутри тебя находится рашаидство». Таким образом, многие, которых убила их таева, имеется в виду люди, внутри которых находится понятие «ра», понятие «раша». И эти люди превращаются в трупы при жизни. Не имеется в виду, что они умрут физически. Имеется в виду, что они будут так вот ходить, разговаривать, на работу ездить, пробки создавать внутри города. А на самом деле их нету. Они мэттин. Потому что живые – это те, кто прилеплены к торе. Они прилеплены к таве, поэтому их суть – это понятие халаль. Внутри их находится пустота, вакуум. Халаль на современном языке также работает как слово «вакуум», безвоздушное пространство, космос. Там ничего нет. Теперь возвращаемся к нам и в нашем пасуке посмотрим, что имеет в виду Гаон, когда он нас посылает в седьмую главу. Гаон говорит так, что человек, который беден в торе, его не любят. И стесняются его. Многие его не любят. Почему его многие не любят? Потому как многие любят человека, который наполнен торой. Потому что есть два наполнения. Наполнение торой и антиторой. Таевой. Человек, который наполнен торой, у него вокруг него рабин. Вокруг него многие. Поскольку это свойство торы. Человек, который наполнен пустотой, того, он умерший человек, халаль. К нему относятся понятия, что его не любят. Потому что заповедь, о которой идет речь, любить, это заповедь «ваавта ла раеха камоха». Говорит Гемор, возлюби ближнего, как своего себя. Раеха, раеха бы митсвос. Раеха – это твой ближний митсвот. Человек, который отказывается от митсвот, то он автоматически теряет любовь. То есть, мальбе мучает, пшат этого пасука, совершенно не так, как Гаон. Мальбе мучает, что речь идет о бедняке и упрекает человека, который презирает бедняка. И говорит, что он про него думает. А Гаон говорит о том, почему люди стремятся к богатому торой человеку. И стремятся от человека, у которого отсутствует тора. Поскольку этот человек, он мэт, он умерший, его нету на самом деле, и к нему не относятся понятия «прилепиться». Следующий пасук, говорит Гаон, нам надо попытаться его успеть, если получится, получится. Говорит Гаон, «бас лрео хате» – человек, который презирает ближнего, он согрешил. Сейчас. «вэмэхонэна не им, а шраф, а человек, который жалеет бедняков, он благословлен». Говорит Гаон, что имеется в виду человек, который презирает ближнего, он согрешил. Даже того ближнего, который является грешником, презирать его нельзя. Если хасэрмэна, то оэф, то есть, что даже того, кого не надо больше любить, он перестал быть раэха, он перестал быть ближним и словом, то презирать его у тебя нету никакого права. И сказано раэху, имеется в виду перед ним, человек, который презирает его, высказывает это презрение прямо перед ним. Но человек, который относится с хэном, с жалостью к беднякам, то есть, он делает так, что другие будут жалеть бедняка. Не имеется в виду, что он сам его жалеет, говорит Гаон. Имеется в виду, что он ведет себя таким образом, что приводит к тому, что другие ли будут жалеть бедняка. Он ашрей, про него сказано ашраф, ему хорошо. Хорошо. Имеется в виду, что у него есть ошир, то есть, браха какая-то в этом мире, как то, о чем сказано ашрейха Бааламазе, благословленный ты в этом мире. В Амара Ниме здесь сказано, они им от слова бедняки, то есть, они лоиш ламургмоль, он к ним относится хорошо и делает так, чтобы другие к ним хорошо относились. Не потому, что они ему заплатят добром за добро, он знает, что этого не произойдет. И несмотря на это, он заботится о том, чтобы к ним изменилось отношение, другие люди относились к ним положительно. Вот об этом человеке сказано, что наши. То есть, Гаон делит эти два пасука. Мальбю считает, что эти пасуки ему говорят на одну и ту же тему и ругает того, что плохо относится к бедняку и наоборот хорошо к Баальгайе. Гаон говорит, что есть плохое отношение к человеку, который антитора, который весь состоит из стаевы и забрасывает торы, и это нормальное явление. Хорошее отношение к Тон Митхохаму, это тоже нормальное обвинение. А вот поведение. А вот, когда речь заходит до настоящего бедняка, бедняка в деньгах, то человек, который делает такие действия, что к бедняку станут не только он, но и другие хорошо относиться, он получит награду за это. И Бааламазе, и Бааламаба, как мы учили, что пирот, плоды, человек получает за митсвы между человеком и Всевышним, и в этом мире тоже, а награда остается Бааламаба по одному из комментариев Гаона, по другому комментарию никаких плодов в этом мире человек не получает, а что имеет в виду Мишина, мы уже обсуждали. Сейчас у меня нет на это времени. Поэтому мы прощаемся с вами до следующего воскресенья, и следующее воскресенье мы начинаем с 22-го посука. До новых встреч в эфире, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok